Вообще, дадой сотворения мира раньше считалось 1 марта 5508 года до н.э. Это если верить древнему переводу Ветхого Завета. На Руси Новый год отмечался 22 марта, в день весеннего равноденствия. В 1700 году великий реформатор Петр I перенес празднование на январь. Он как раз вернулся из Европы, а там все встречали Новый год именно зимой. Однако наша страна, в отличие от тех заморских стран, жила по иному календарю. И так длилось еще два века. В начале 20 века Россия жила по юлианскому календарю, который считался устаревшим. Европа же жила по грегрианскому календарю. И вот именно тогда, 103 года назад, при стране Советов и был принят декрет о переходе Республики Российской на западноевропейский календарь. А по факту мы просто перепрыгнули через две недели. Этим прыжком мы перестали отставать на две недели от Европы. Вот только один немаловажный факт учтен не был. Православная церковь все праздники и по сей день отмечает по тому самому юлианскому календарю. Видимо, поэтому некоторые россияне, несмотря и на сто лет, истинным началом Нового года считают именно переход с 13 на 14 января. А как же? Это и есть настоящий Новый год. Был пост 40-дневный. Ну, естественно, что? Как праздновать Новый год? Только если постными продуктами. Вот. Поэтому? Поэтому Новый год начнется с 13 на 14 января. Для большинства же россиян это просто очередной повод поздравить близких. Как бы допраздновать переход из одного года в другой. Опять же, компании нельзя. Больше трех не собираться. Четырех. Правильно? Ну, куда-то выйти можно, в принципе. В парк. Но в лучшем случае. Но ведь хороший праздник. Хороший праздник. Очень хороший. И даже в магазинах сувенирной продукции прилавки с новогодним товаром не убирают. Как правило, как раз до Старого Нового года. Елочные игрушки и памятные сувениры продаются уже со скидками. А спрос на них не меньше, чем накануне 31 декабря. Люди все равно верят в хорошую жизнь, в добрые, хорошие отношения, в какие-то чудеса. Старый Новый год отмечают не только в России и территории СНГ. В ночь с 13 на 14. Традиционно также накрывают праздничный стол в Греции, Македонии, Сербии, Швейцарии, Румынии, Черногории. А в Алжире, Марокко и Тунисе из-за такой же путаницы календарей Старый Новый год приходится на 11 января. То есть отмечать приход Нового года долго и с размахом принято не только у нас, а и во многих странах. Со Старым Новым годом вас, дорогие зрители, поздравили. Наталья Лисова и Ренат Бегбаев. Время новостей.